глава открываем глава бэху катай глава сейчас бэху катай секундочку была глава эмор сейчас нас бэху катай садимся удобно открываем не говори кэра эмор глава вот бэху катай значит ой секундочку я ошибся сегодня не бэху катай сегодня глава глава сегодня у нас ошибся я секундочку одну главу пропустил представляете б.р. глава б.р. называется да и сказал б.р. называется глава ладно потом исправим хорошо значит шавуа то всем хорошей недели поехали значит в этой главе в этой главе начинается эта недельная глава с законов законов шаббат него шаббат него года значит шаббат не год скажи с нам израиля и скажи им когда вы придете на землю которую я даю вам и должна земля тоже отдыхать шаббат для бога 6 лет засевать свое поле и 6 лет обрезать свой виноградник и собирая его урожай а на седьмой год будет шаббат празднуем и прекращением работы на земле шаббат богу значит свое поле не засевай свое поле не засевай вот тут мы кстати видим интересную вещь что значит шаббат богу то есть вот у тебя есть поле да например дмитро андреевич латуха он у него из поля и виноградник и вот он на 6 лет собирал виноград 6 лет он собирал пшеницу и на седьмой год шаббат он значит прекращает всю работу поле не засевает виноградник не обрезают и что с этим делать выросшая после твоей жатвы не дожинай и оставлены ягоды своего виноградника не подбирай это будет год прекращения работы на земле но то что произведет шаббат земли будет разрешено тебе в пищу тебе самому твоему рабу твоей рабыне твоему наемному работнику тому кто живет с тобой и твоему скоту детям животным что в твоей земле будет весе урожая в пищу значит что имеется ввиду имеется ввиду что она теперь шаббат богу это значит что она не твои она всевышнего весь мир принадлежит всевышнему все здесь от вот все мироздание она всевышнего и все же не сказал год отдыхая значит а все пускай кушают птицы придут звери придут люди придут все могут кушать это боксово это моё а раз это моё значит все пусть кушают теперь а когда 7 раз пройдет этот цикл то когда пройдет 7 шабат них лет 7 раз по 7 лет то тогда 49 лет прошу пройдет надо будет протрубить шафар в седьмой месяц в 10 день месяца это день искупления по всей земле трубят шафар это только в земле израиля и осветили 50 год и объявите свободу на земле для всех его жителей то есть пятидесятый год ёвэль все выходит на свободу все обнуляется представляете все конкретно обнуляется земля возвращается первым владельцам которые были то есть в израиле получается в то время земля продавалась только на 49 лет на 50 или год все возвращалось первому владельцу то есть можно было дать землю только на 49 лет долгосрочную аренду и рабы выходили на свободу значит все все обнулялось 50 лет прекрасно сейчас было 50 лет значит все обнуляется мне начинаются новый цикл вот те у кого было 50 лет это у вас начинается новый цикл как раз йоваль это на верите пишется этот год называется йовэль йовэль это если его прочитать бэйвэя это одна и та же буква если чуть-чуть неправильно прочитать получается юбилей юбилей и тайём То есть, откуда слово юбилей? Это история. 50-й год называется юбилей. И, значит, продавала земля по числу лет до этого 50-го года. Чем больше лет, тем дороже продавала земля. И, значит, вот тут последний сегодня отрывок, в сегодняшнем начале этой главы. Есть такой отрывок, который касается всех нас. Хотя про землю нас не касается. Это было только в земле Израиля, когда был храм. То есть, это нас сейчас не касается. Это 50-й год. Чисто вот мы понимаем духовные законы, что через 50 лет все обнуляется. А вот есть тут 17-й отрывок, который звучит так. В лотуну ишет амито. И не обманывайте человека ближнего своего. Веоретам элокеха. И бойся Бога Всесильного твоего. Здесь очень важный нюанс. Вот человек один обманывает другого. Он его обманывает. Он его, тут говорят, вот это слово, тону. Значит, бойся своего Бога, потому что Бог, Бог ваш. Значит, здесь очень интересно такая, как бы, знаете, нюанс такой. Да, вот человек хочет обмануть другого или обидеть. И он говорит, а я не хотел тебя обидеть. Я не хотел, что ты обижаешься, я не хотел тебя обидеть. Он человека может обмануть, а Бога нет. То есть, Бог-то он знает. Поэтому написано, не обманывайте друг друга, не обижайте друг друга. Я Бог Всесильный ваш, я Бог. Значит, имеется в виду, я Бог Всесильный ваш, я Бог. Я Бог, значит, все, Бог читает сердца, Бог видит, что, где, как, у кого. То есть, Бог не может, Бога нельзя обмануть. Теперь, если человек не знает и нарушает духовные законы... Сейчас, секундочку. Так, дорогие друзья, все, извиняюсь, слышно меня, видно? Сегодня, все, бывают дни... Вот это очень интересно, да? Человек, он живет в своем каком-то... Я чуть-чуть прервусь, вот это вот наше порисование. Человек живет в своем каком-то представлении, как должно быть. Вот выстраиваешь себе в голове какую-то модель, и ты как бы в этой модели думаешь, вот мир, он должен идти вот так. Кто-то для себя цели выдумывает, кто-то выдумывает для себя правила поведения других людей, как они должны вести себя. Кто-то, например, верит в то, что человек, который обещал прийти к вам на встречу, придет, и вы верите, что он придет, еще верите, что придет вовремя. И, значит, каждый человек в своей модели мира, он в мыслях выстроил какие-то свои построения. Потом, ну, если мы посмотрим вот правде в глазах, то эти построения обычно, они не случаются. Как у меня один мой родственник, он говорит, вот, раньше-то мы были уверены в завтрашнем дне, вот в Советском Союзе было так все стабильно, мы были уверены в завтрашнем дне. Я ему говорю, что получилось? Он такой сел, я говорю, ну, видишь, не получилось же. То есть вы, может быть, вы-то были уверены, но по факту-то Советский Союз исчез, неожиданно в 91-92 году он исчез. Поэтому, даже если ты уверен в чем-то, то ты должен знать, что эта уверенность, как сказал нам царь Соломон, мудрейший из людей, вот этот аксиома Торо, не знает человек, что будет ему, не знает. То есть это вот, это является аксиомой и фактом. Вымаша Ахараф, что у него за спиной? Мия Дитло, кто ему скажет? Что у него за спиной у человека, кто ему скажет? То есть он даже не знает, что у него в данный момент за спиной. Не то, что он не знает, что у него будет впереди, в будущем, а он не знает, что у него в данный момент за спиной. Поэтому очень важно научиться регулировать свой внутренний мир и вот я сегодня послал этот отрывочек из книги обретение неба на земле чтобы понять что все что происходит это лучший вариант который всевышний подготовил лично для тебя и всевышний не обижает не 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 ошибается но никак то есть если ты считаешь что человек должен был прийти а он не пришел значит он не должен был прийти то есть всевышний раз он уже сделал так что человек не пришел или он опоздал или он сказал не то что ты ждешь значит это то что всевышний посчитал вот это бог это реальность это это то что есть и самое важное как бы мне кажется для счастья в жизни работа это научиться вот это принимать и аж и ощущать и осознавать что есть в мире хозяин всевышний что он делает все для добра и научиться идеалом в этом был рабе актива который во всем видел только позитива всем видел только в плюс только в хорошие и это для хорошего это для хорошего это для хорошего все было для хорошего вот если к этому научиться конечно будет это и то есть высшая цель изучение торы это осознание понимание что все хорошо все хорошо и И тогда человек попадает в рай уже здесь. Если у него приходит это осознание, ощущение, и он начинает правильно планировать. Это же тоже есть идея такая, что а что планировать? Вот, например, человек покупает землю. И нормальный человек покупает землю, он думает, ну все, я сейчас из-за этой земли прямо вообще выжму из нее все сотни. Я сейчас заработаю. И он год сеет, два сеет, три сеет, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И потом все, земля истощилась, и она не дает урожая. А он как раз накупил, накупил он, значит, каких-то дорогих семян, а у него ничего не выросло. И он потерял все, что 8 лет зарабатывал. Другой человек, он после шестого года, он говорит, седьмой год земля должна отдыхать. Он говорит, что ты рассказываешь? Да, вот в Торе написано, седьмой год шаббат для Всевышнего. Да, а ты что будешь делать? А у меня год шаббатный, я сейчас поеду, буду год, значит, молиться, учиться, отдыхать, выходить на следующий уровень в своем духовном развитии. Ему говорят, да ты проиграешь, да ты что, ты как? Он говорит, нет, я на Бога полагаюсь. Уехал. Значит, в этот седьмой год, значит, какие-то там ураганы, засухи, все, у всех все сгорело, а он остался, вообще ничего не потерял. Год он учился, изучал новые системы орошения, там, какие-то семена, кстати, теплицу можно строить. Он строил теплицу в это время, какую-то особенную. И, значит, следующий год у него двойной-тройной заработок, и год он отдохнул, и вышел на следующий уровень технологии, и в духовном уровне есть у него благословение. То есть, здесь ты никогда не знаешь, как правильно поступить, но тот, кто знает духовные законы и полагается на Всевышнего, он никогда не проиграет. Это то, что мы здесь учим, как бы, для себя из седьмого года. Теперь, и очень важно, самое важное, мне кажется, это то, что мы можем точно, сто процентов контролировать, это намерение. Намерение, то есть, по отношению к людям, да, если твое намерение помогать, улучшать, это одно. Если твое намерение ухудшать, это другое. Если твое намерение давать людям, и ты считаешь, что большинство людей, они же не знают духовных законов, и большинство людей живут в постоянном беспокойстве, страхе, и ошибочно живут, да, вот честно вам скажу, что большинство людей ошибочно живут. Не все же знают двору, и я тоже не знаю двору, я стараюсь учиться, но постоянно какие-то бывают тоже какие-то ошибочки, сбои. Но один человек, когда с ним происходит сбой, он, опа, и начинает задумываться, что я неправильно сделал, где я могу поступить по-другому, где я могу воспринять по-другому, где я могу изменить свою позицию, свой подход. То есть, один человек, он работает внутри, а другой человек, он пытается изменить всех вокруг себя. И это более сложный путь, который обычно приводит к каким-то новым проблемам. Хорошо. Значит, седьмая глава. Седьмая глава притчи. Тритчи – это практическая книга, которая абсолютно точно нам объясняет, что и как, и когда делать. Значит, первый совет в седьмой главе, который мы получаем, это «Сынок, сохраняй мои слова». То есть, храни мои слова, запоминай слова. Недостаточно слушать вроде Торы, нужно брать какие-то идеи, которые вам кажутся ценными для вас и для вашей жизни, и эти идеи нужно запоминать. То есть, смысл изучения чего-то не во времени, которое ты проводишь, изучая. Хотя в случае с Торой, ты в это время, ты присоединяешься ко Всевышнему, ты проявляешь намерения хотя бы присоединиться ко Всевышнему. Это тоже идет в огромный плюс. То есть, этим отличается изучение Торы от изучения любой другой информации в мире. Потому что в любой другой информации, когда ты ее изучаешь и получаешь какой-то результат, то это ты пользу получил. А когда в Торе, ты за время изучения, ты тоже получаешь. Ты в это время соединяешься со Всевышним. Но итогом, как бы, прибылью от изучения главной является то, что ты запомнил. И говорит царь Соломон, «Сынок, сохраняй то, что я говорю», говорит он от имени Всевышнего. «Умитсватай кицпон и тах, и заповеди береги при себе». Значит, когда ты выучил какую-то заповедь, то ты ее должен делать. Потому что в результате, как происходит соединение со Всевышним? Есть Бог, который сказал, что делать. Есть человек, который делает. Есть заповедь, это то, что он делает, то, что Бог сказал делать. И в момент выполнения того, что Бог сказал делать, ты соединяешься со Всевышним. А когда ты слушаешь то, что Бог сказал делать, то ты присоединился. Но вопрос, что ты с этим сделаешь. Если ты это впитал, запомнил, то тогда это стало твоим. Если ты это просто послушал, оно сквозь тебя прошло, как бы тебя сверху чуть-чуть помыло, так полирнуло, а внутри ты остался такой же, какой был. Но если ты это запомнил, оно вошло в тебя, то этот свет, как говорится, заповедь каждая, это свеча, которую ты зажигаешь внутри. Тора – это Ор, это свет. То есть, если ты этот свет услышал, то он тебя как бы подсветил. Если ты этот свет запомнил, и он у тебя внутри продолжает работать, то этот свет остался с тобой. Если ты потом рассказываешь кому-то, если ты усиливаешь этот свет, тогда, значит, он в тебе усиливается. Ты становишься проводником этого света, и ты становишься более чистым. Значит, сохраняй, говорит царь Самон в 7 главе 1 отрывок, запоминай мои слова, и заповеди храни при себе, чтобы в нужный момент их делать. Значит, шмор мит сватай в их е. Значит, сохраняй мои заповеди и живи. Да? То есть, вот эти вот заповеди, которые ты выполняешь, они тебя соединяют с духовностью, которая безгранична, и в ней нету смерти, в ней нету энтропии. То есть, через выполнение заповеди ты переходишь в ту реальность, в которой материальность, она тебя не ограничивает. Ве торати кейшон и неха. И тора моя пусть будет, как зеница глаз твоих, как зрачок. Да? То есть, что это значит? Давайте посмотрим комментарии, потому что я в данный момент вот сейчас не помню, как зеницу глаз. Второй отрывок. Открываем и смотрим. Значит, как зеницу глаз твоих. Заповеди надо делать каждый день. Они дают человеку жизнь вечно в духовном мире, а в материальном мире успех и удачу. Тора – это свет, который помогает человеку видеть и понимать то, что с ним и вокруг него происходит. Знание – это свет. Поэтому Тора надо хранить, как человек хранит свои глаза. Тора – это Третий отрывок. Третий отрывок – это «Повяжи их кашрем аль-эцбатеха, катвем аль-нуахлебеха». Теперь, как их запомнить? Царь Соломон дает нам совет. Завяжи слова Торы на пальцы твои и напиши их на скрижалях твоего сердца. Значит, что интересно? Что память человека, она как работает? Вот человек получает какую-то информацию. Новая информация – это звуковые сигналы, которые производят колебания в его, в его, значит, в ушах там есть целая система, которая переводит звуковые колебания в электрохимический импульс, которые проходят сквозь нейронные сети в мозге, и у человека активизируются те нейронные сети, которые уже были заложены. То есть он может понять информацию только, например, на том языке, который он знает. И у него слова на том языке, который он знает, они превращаются внутри в какие-то для него понятные образы, и он их как идентифицирует. Он «О, понял», говорит он, «понял». Вот у него сложились слова, 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 и он такой понял. Теперь момент, когда он понял, это еще не значит, что он запомнил. Вот он понял, у него проходит эта информация сквозь его сознание и уходит. В одно ухо влетело, в другое вылетело. И она у него не останется. То есть 99, наверное, 9 десятых процентов информации, которую мы видим, слышим, и осознаем, и понимаем в течение дня, мы не запоминаем. Мы запоминаем только яркие моменты, которые, которые они, как бы, языком мудрецов, они записались на скрижалях сердца. То есть они записались на долговременной памяти, в подсознании. Какая-то информация, которая выделяется мозгом как важная для дальнейшего использования, она записывается на скрижале сердца. Теперь царь Соломон здесь нам дает конкретный совет, как это сделать, который современная психология, конечно же, подтверждает. То есть в психологии, наконец-то, через 2000, подожди, 3000 лет назад жил царь Соломон, плюс-минус, да, они, наконец-то, догадались то, что здесь написано. Значит, он говорит, запиши слова на пальцы твои. То есть если человек записывает какую-то информацию, которую он хочет запомнить, он включает туда дополнительные нейронные сети. То есть это совершенно другой сигнал идет, когда человек в действии начинает эту информацию использовать. Минимальное действие – это запись. То есть в наше время, конечно, ну, уже мы практически не записываем, но раньше это было, чтобы записать, это был реальный процесс такой, да. И вот ты записываешь то, что ты хочешь запомнить, да. Раз записал, два записал, три записал. И когда ты это смотришь, то ты как будто бы записываешь на скрижале своего сердца. Завяжи на пальцы твои, то есть сделай минимальное хотя бы действие. Лучше не минимальное действие, лучше сказать вслух. Это еще одно действие. Это называется кашрем аль-гар-гар-теха. Завяжи их на горло твое. И завяжи на пальцы – это запиши, скажи вслух то, что ты хочешь запомнить. Повторение мать-учения. То есть те слова, которые ты хочешь запомнить, ты их повторяешь, записываешь, повторяешь, записываешь, делаешь и запоминаешь. Это то, что он нам посоветовал делать со словами Тора, которые мы хотим запомнить и записать их на скрижале своего сердца, чтобы этот свет оставался с нами, и приводил нас к правильным решениям, чтобы молитвы были услышаны Всевышним, и когда мы что-то хотели, чтобы мы хотели то, что действительно для нас правильно хотеть, значит, это то, что мы можем сделать. Все, дорогие друзья, запишите поэтому свои выводы. Кашрем, вот Максим Перенчук, он уже записал, завязал на пальцы свои. В каждом деле важно намерение, да. То есть в любом деле важно намерение. У Бога все к добру. Если что-то кажется злом, сменить призму восприятия. Шикарно. И третье, что Максим у нас отметил. «Положись на Бога, он выпрямнет все твои дороги». Да, видите? Это Максим сейчас вспомнил отрывок из, по-моему, третьей главы, чтобы, значит, он вспомнил это. Молодец, потому что он до этого его уже повторял. И, значит, дальше, как в шаббатный год, сделать обучение ярким и запоминающимся, записать, сказать вслух, сделать. Все. Хорошо, друзья. Удачи и успехов. Удачи и успехов. За 10 минут общения усилит твой курс по счастью. Дамир, да, есть у тебя какие-то интересные наработки. Я запишу сейчас себе, выделю время, с Божьей помощью пообщаемся на тему по счастью. За 10 минут общения усилит твой курс по счастью. Хорошо. Все, дорогие друзья, всем хорошей недели, чтобы эта новая неделя стала для вас неделей духовного роста, роста материального, роста знаний, да, знания – это сила, знания – свет. И чтобы в заслугу того, что вы делаете, заповеди изучаете Тору, помогаете Торе, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы и выполнил их для вашего блага, чтобы Бог и молеколь мешал от лебеха, ле то ва теха. Все. Удачи и успехов. До завтра. Завтра с Божьей помощью встречаемся в 10 утра. Счастливо. 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 Продолжение следует...